Салам алейкум ва рахматулла и ва баракату, мир вам, милость, Всевышнего и его благословения. Во-первых, хочу поприветствовать от имени Верховного Муфтия Шейха Талгат Хазрата Таджидина организаторов данного мероприятия Круглого Стола и всех его участников, и рассказать в первую очередь о Центральной России и тех проблемах, может быть, которыми мы столкнулись и, наверное, скорее всего, решили. Но приведу небольшую статистику того, что удалось получить мусульманам, в частности, в Московской области, за последние 30 лет. Что касается, например, 90-х годов, то здесь нам были выделены четыре площадки по строительству мечети. Это такие, как Щелкова, Орехово-Зуево, Звенигород. Что касается нулевых годов, то кратное уменьшение количества выделенных площадок по строительству мечети. Это всего одна в городе Ногинск. Десятые годы прошли с абсолютным нулевым результатом. Ну и вот буквально недавно была выделена площадка, то есть в 20-е годы эти мы ознаменовались, площадка под строительством мечети в городе Нарафаминск. Ну, казалось бы, вот такой небольшой результат, при том, что в Центральной России, в частности, в Московской области, успешно функционирует в 10 раз больше молельных домов. То есть на каком-то этапе, ну это, можно сказать, в определенной степени моя личная заслуга, нами было принято решение не стучаться, собственно говоря, в открытую дверь. Почему она открыта? Ну, в Российской Федерации не существует разрешительного механизма строительства храмов. То есть его просто нет. Механизм простой. Хочешь строить храм? Строй! И вопрос на самом деле ведь только в наличии средств для ее строительства. И мы рассудили очень, на мой взгляд, здраво. То есть если у нас есть средства на то, чтобы построить здание, ну неужели у нас не хватит средств на то, чтобы, а это примерно одна десятая часть от тех средств, которые необходимо на строительство здания, чтобы приобрести земельный участок. И вот тут вы правильно отметили, что механизм общественных слушаний зачастую проводится не тогда, когда хотят помочь, а тогда, когда хотят остановить строительство. И вот тут мы совершенно спокойно избежали этого механизма. То есть сначала была таким образом построена мечеть, которой я непосредственно руковожу, а я это сделал намеренно, потому что если что-то предлагаешь, покажи как. То есть в Сергиевом Посаде, в самом сложном городе Российской Федерации, то есть вот сложнее города, чем Сергиев Посад, не существует. То есть это центр русского православия. Мы купили участок земли, мы построили наше здание, причем построили с стопроцентным функционалом мечети, то есть там все мечеть. А то, что оно называется и находится в частной собственности, называется частное жилое помещение, это нам позволяет закон. Законы в Российской Федерации прекрасны. Главное, чтобы их всех соблюдали. И я не устану об этом говорить, и всегда говорил на всех уровнях и на всех этапах своей деятельности. Законы Российской Федерации прекрасны. Главное, чтобы их все соблюдали. Таким образом, сначала в Сергиеве Посаде, потом по всей Московской области мы получили, еще раз говорю, не семь участков, а около семидесяти объектов, которые мы теперь используем в качестве мечети. И это решение проблемы. Это решение проблемы. Они у нас функционируют, наши мечети, они окормляют наши граждане, они позволяют мусульманскому вероисповеданию, они позволяют мусульманам найти возможность для того, чтобы свои обряды совершить. Но есть один уникальный город в Российской Федерации, Москва, в нем земля не продается. В Москве все намного сложнее, конечно же. Потому что в отличие даже от Московской области, земля в Москве не продается. Она в частной собственности не может находиться. Она может находиться только в долгосрочной аренде, в России, там, 39 лет. Но и здесь тоже, я считаю, проблема не столько в отношении государства или основной российской конфессии. Кстати, благодарю вас за то, что вы нас тоже причисляете к этому понятию. Потому что на самом деле конфессия – это только внутрихристианское понятие. А раз уж вы расширили его и до мусульман, ну здорово, мы-то все время так и думали. А раз уж вы нас тоже в это понятие включили, это хорошо. Итак, здесь тоже, я считаю, проблема не столько в основной российской конфессии и в позиции властей, сколько в нашей внутренней несостоятельности, в нашей внутренней раздробленности. Понимаете, дело в том, что в конце 90-х годов внутри российского ислама, почему это случилось – это второй вопрос. По чьей воле, с чьей подаче – это тоже второй вопрос. Но самое главное – нашлись люди, которые с удовольствием стали разрушать то, в чем они, собственно говоря, и находились. Называя себя духовными лидерами мусульман России и так далее и тому подобное. Вот сейчас, в частности, в Москве существует шесть централизованных религиозных организаций мусульман. Шесть. Понимаете? То есть, и каждый из них каким-то образом претендует на какое-то верховенство. В сущности, разрушая то, для чего они, собственно говоря, и созданы. Почему я это говорю? Потому что, вы знаете, для каждого народа, без исключения, и для мусульман, естественно, в том числе, основой их существования является морально-нравственные устои. Так вот, если та часть общества, ну, в православии, в иудаитме, это называется священнослужители, у нас в исламе имам – это не равно священнослужитель, да? Но так или иначе, это та часть общества, которая призвана генерировать эти морально-нравственные устои и хоронить эти морально-нравственные устои. Вот если эта часть общества, вот эти морально-нравственные устои, не то, что не генерирует, не то, что не хоронит, но и попирает, то, конечно же, никаких вариантов к развитию не будет точно. И, к сожалению, я лично был свидетелем тому, как несколько раз правительство Москвы шло навстречу мусульманам, выделяло место для строительства мечети, но внутри нас самих есть деятели, которые возражали с такой позицией правительство Москвы, которые писали письма, чтобы в Москве не выделялись тем или иным организациям площадки по строительству мечети. И даже сейчас, даже сейчас, вот в это время, в этот день, в этот месяц, в этот год, опять в Москве бодаются, другаются, сталкиваются головами, ходят в правительство друг на друга, и, конечно, клевещут организации, которые пытаются получить одно единственное место в строительстве мечети в Новой Москве, в коммунарке. Одни говорят, нет, это будет наше, другие говорят, нет, это будет наше и так далее и тому подобное. Еще раз говорю, проблема, проблема вот тут, а не с законом Российской Федерации, не с основной конфессией. И вы знаете, ну, в отличие от, наверное, всех тех представителей христианства, которые сейчас здесь присутствуют, мы находимся, мы, мусульмане, находимся в уникальном положении, а именно в положении набирающих рост, а не теряющих его. Ну, вы знаете, демографические ситуации ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет. И ни для кого не секрет, что через 10 лет количество мусульман примерно удвоится. Примерно удвоится. То есть вы можете себе представить, в 140-миллионной стране, в которой запланирован усыхание численности, а вот прям запланирована, это официальная статистика, удвоится количество мусульман. То есть, ну, у нас будет по меньшей мере треть. И это скорее заниженная цифра, чем завышенная. Поэтому, что касается областей непосредственно населенных мусульман, там вообще уж никаких проблем нет. Что касается регионов, в которых не существует никаких дрязг между мусульманами, да, вот знаете, ну, у нас складывается и уникальная ситуация. Например, возьмем Мордовию, да, там, ну, казалось бы, вот в основном татары представляют из себя мусульманы. Они мусульмане, эти татары, да, хотя среди татар есть и христиане. Они сунниты, то есть это одно из ответвлений ислама. Они внутри сунизма еще и ханафиты. То есть, ну, знаете, совпало все. И вот эти люди умудряются организовывать себе пять духовных управлений. Опять, что это? Откуда это? Я еще раз говорю, я не буду сейчас давать диагноз, кто это провоцирует и с чьей это подачей. Самое главное, что у нас находятся те, кто в этом готов участвовать. Кто опрокидывает все, так сказать, свои заявления, все свои заявления, все свои клятвы в верности, выходит из состава вчерашнего своего духовного управления, организует свои духовные управления и так далее и тому подобное. Вот это наша основная проблема. Может быть, она не такая, как у всех остальных, но вот у нас она вот такая. Продолжение следует...